Открытая студия телеканала Первый Ярославский продолжает свою работу на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Это сейчас гость в студии Максим Авдеев, заместитель председателя правительства Ярославской области. Максим Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сейчас находимся с вами на стенде Ярославской области. Видно, что большая плодотворная работа сделана региональной властью. Расскажите немножко о нем, что здесь представлено, как мы предлагаем инвестиционный потенциал нашего региона. Ну вот уже третий год Ярославская область представлена на площадке инвестиционного форума отдельным стендом. Собственно говоря, стенд позволяет существенно более качественно организовать работу на форуме. В первую очередь, это площадка, которая позволяет принимать к нам инвесторов для переговоров, представлять свою территорию полноценно. В целом, такой служит точкой притяжения всех заинтересованных лиц, которые прямо или косвенно получают информацию об Ярославской области, о возможностях, которые есть в регионе. Здесь работают круглосуточно, что называется, наши коллеги, весь форум, которые любому желающему могут дать интересующую информацию об области, представить наглядный материал. Это такая форма взаимодействия с бизнес-сообществом, которая позволяет создавать как общую коммуникативную среду, так и в том числе в ней выискивать тех, кто потенциально заинтересован в сотрудничестве с Ярославской областью. Но что касается стенда, то, да, площадка стенда была приобретена непосредственно Ярославской областью, правительством Ярославской области. Сам же стенд, что составляет основные траты проекта, стенд, его начинка и все остальное, это внебюджетные источники были привлечены, как и предыдущие годы. Собственно говоря, поэтому из таких, из новых, что называется, акцентов мы увеличили количество панелей, увеличили количество визуальной графики для того, чтобы, ну, меняется подход, люди воспринимают, вот что называется, так клиповую информацию, поэтому мы стараемся на наших стендах ее так наглядно, красиво показывать. Ну и, конечно же, это и рассказ о Ярославской области, и рассказ о предприятиях Ярославской области, об их продукции, в общем, все, что может быть потенциально участником экономического форума. Заинтересованных посетителей нашего стенда действительно в эти два дня было очень много. Я так понимаю, что в этом году мы отказались от объемной картинки и сделали 3D-графика, да, и голографические вентиляторы, которые мы видим. Да, 3D-графика в этом году у нас явилась, ну, как это принято говорить, фишкой, да, стенда, да, то есть это позволяет, ну, создать некое такое визуальное притяжение, да, интерес, чтобы вызвать первичный интерес общения. Второе, конечно же, часть освобождения площадки стенда потребовалась для того, что объем встреч, объем переговоров достаточно велик, и в связи с этим необходимо больше пространства для размещения столов для переговоров, для проведения встреч. Собственно говоря, мы видели встречи, которые проводили мы сами с участием наших, и также видели, как на наш стенд приходили другие коллеги для того, чтобы просто можно было здесь провести свои переговоры. И в таких переговорах, как правило, рождаются решения о создании новых проектов. О встречах и переговорах давайте поговорим дальше. Раскройте секреты, с кем уголось договориться, может быть? Ну, у нас было на стенде несколько переговоров, уже прошли, и еще будет и завтра в рамках работы форума. Это ряд международных делегаций, в том числе делегация из Кореи, делегация из Китая, делегация из Чешской Республики. По всем этим направлениям мы ведем активную работу, и это уже, что называется, не просто первичное касание, да, знакомство, да, это уже более глубокое обсуждение, да, любая сделка, любой выход на проект, это не одномоментная работа, это необходима последовательная серия взаимодействия, и вот форум, стенд, площадка такая позволяет это взаимодействие выстраивать. Безусловно, появились и новые контакты, новые коллеги, которые сейчас уже взяли информацию о нас, мы представили, будем уже по возвращении в Ярославскую область, будем встречаться на нашей территории с тем, чтобы мы могли презентовать потенциал Ярославской области. О реальных соглашениях говорим дальше. Сколько их было подписано на площадке форума, и что они, какие плоды принесли для Ярославской региона? Более 20 соглашений мы подписали на полях форума. В подписаниях участвовал губернатор области. Часть этих соглашений, большая часть, подавляющая часть этих соглашений была денежная. Общий объем инвестиций составляет почти 100 миллиардов рублей. Это очень существенная сумма, она многократно превышает предыдущие форумы. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что за этими цифрами не стоят просто цифры, которые, что называется, стерпят бумага. Это цифры, которые подкреплены определенной проработкой, определенными договоренностями. И существенную часть из этих соглашений, из финансовых соглашений, мы сможем увидеть уже в этом году реализацию. Начало реализации, прохождение какого-то значимого этапа. Есть, конечно, крупные соглашения, которые носят более длительный характер. То есть это соглашения, подписанные не на один год, это соглашения со сроком 3-5 лет. В основном это соглашения с нашими уже существующими предприятиями. Соглашения, фиксирующие планы по развитию производства, по расширению линейки продукции, по замене оборудования. И вот такие планы, они, конечно, долгосрочные, но для нас это крайне важно. Для нас крайне важно понимать не только задачи сегодняшнего дня, но и видеть стратегию развития ключевых предприятий на ближайшие годы. За счет чего они будут развиваться, будут ли они чувствовать себя спокойно, уверенно. За счет чего будут обеспечить свой экономический рост, ну и благосостояние региона. Какие соглашения можно считать самыми дорогими для Ярославской области? Не только в денежном эквиваленте, но, может быть, дорогие сердцу и дорогие в плане перспектив. Мне, как человеку непосредственно сопричастному к этим проектам, к их выпестыванию, как это принято говорить, очень тяжело различить, кто из детей роднее, кто роднее, кто ближе. Конечно же, очень хорошо, что мы подписали соглашение с концерном Вега по созданию фармацевтического или медицинского кластера на территории Ростова. Это очень значимо для нас. Отрадно, что динамично развивается территория опережающего развития в городе Тутаев. Мы видим, как те зерна, которые мы заложили год-полтора назад в виде создания таких инструментов, сегодня начинают давать свой эффект. То есть эффект накопления этого потенциала, распространения информации приводит к тому, что количество интересантов существенно увеличивается. Причем интересантов с разным объемом инвестиций. И с незначительным, в несколько сотен миллионов рублей, и с более значительным, когда мы говорим уже о целых миллиардах. Ну и, конечно же, отрадно, что существенная часть этих соглашений, о которых мы говорим, это все-таки новые соглашения. Это не расширение существующих производств, которые мы очень ценим, очень внимательно к этому относимся, но и важно привлечение новых проектов, которые до этого не существовало на территории региона, но они появятся в ближайшее время. Это и проект в Ростовском районе, где сумма инвестиций составляет порядка 10 миллиардов рублей. Это и проект в Переиславском районе на 1 миллиард рублей. Связанный с туристическим, сельскохозяйственным таким направлением. Это и проект, и в Тутаеве новое большое производство будет строиться. То есть для нас есть, конечно, некая своя внутренняя градация. В том числе, конечно, по количеству затраченных усилий на каждое соглашение. Но мы рады любому соглашению. Мы благодарим любого инвестора, который принял решение развиваться, потому что ситуация, конечно же, непростая. Что говорить? И всякий предприниматель, который сегодня в этих условиях начинает развиваться, вызывает у нас большое человеческое уважение. И, конечно же, вместе с тем, нашу полную готовность ему в этом помочь. Ну и смею надеяться, что наша эта готовность является неким стимулом для многих инвесторов, в том числе принимающим решения о своем развитии. Максим Александрович, правильно ли я понимаю, что подписание соглашений подразумевает под собой дальнейшую взаимодействие с правительством Ярославской области, в том числе и поддержка вот этим предприятиям, которые зашли в регион? Верно? Конечно. То есть не просто на бумаге? Само по себе соглашение, здесь, наверное, скорее эта бумага отражает фактическую ситуацию отношений. Наверное, где-то это, возможно, вот такая, что называется, понятная точка фиксации взаимоотношений. Но оно не начинается и не заканчивается фактом подписания. Инвестиционный блок правительства сопровождает инвестпроекты на полной фазе. То есть начиная от знакомства с инвестором, формирования для него определенных предложений, показа наших возможностей, сопровождение в процессе выхода на проект, в процессе реализации проекта и сопровождение уже после запуска проекта. Поскольку мы понимаем, что проект, даже реализованный, все равно требует время на, ну, что называется, на то, чтобы зафиксировать свою выживаемость. И поэтому, конечно, соглашение – это не единственный момент, в котором мы встречаемся с инвестором. Соглашение – это лишь одна из точек. С инвестором взаимоотношения строятся на долгий-долгий период. И смею утверждать, что это, в том числе, одно из наших значимых преимуществ, один из тех факторов, на который позитивно реагируют инвесторы, принимающие решения о приходе в Ярославскую область. Максим Александрович, я знаю, что Ярославская область на протяжении всего года, в прошлом году, по индексу промышленного производства, держала первое место в ЦФО. Как удалось удерживать эти позиции? Во-первых, безусловно, у нас существует многие годы мощный промышленный костяк. И это, конечно же, наше большое достояние. Но вместе с тем периодически, даже не периодически, а сегодня время требует постоянного обновления, постоянного роста тех промышленных предприятий, которые существуют на территории региона. И вот за счет такой вот совместной работы, за счет работы правительства региона с непосредственно предприятиями, правительства региона с холдинговыми компаниями, в которые входят предприятия, расположенные на территории области, За счет такого взаимодействия достигается соглашение о том, что это развитие будет продолжаться. Оно, конечно же, является объективно вынужденным, но каждая из сторон, понимая это, все-таки принимает для себя решение, что вот такой союз, такое взаимоподдерживающее партнерство является дополнительным фактором в это развитие. Спасибо вам большое за то, что в такой плотный график вы нашли время и заглянули к нам в открытую студию телеканала. Спасибо вам за вашу работу. Максим Авдеев, заместитель председателя правительства Ярославской области, был в открытой студии телеканала Первый Ярославский. Оставайтесь вместе с нами. Спасибо. 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 . Спасибо. . .